Друзья, всем большой привет! Мы с вами находимся в замечательном волшебном месте в Словении. Здесь невероятно красивые деревья, удивительный воздух, ароматы трав. Первое, что меня здесь впечатлило, это потрясающий вид из окна на горы. Посмотрите, как красиво! Такая природа чудесная! В честь столетия войны местные жители установили камень с мемориальной табличкой почти в память русских военнопленных, которые прокладывали аллею во время Первой мировой войны. А деревья какие высокие! Встречаются и очень широкие, толстые стволы, довольно-таки редкие представители деревьев. А немного дальше вы видите поляну с энергетическими точками, где можно медитировать, усиливая энергию чакр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чужое, людское мнение о вас улучшается. Ой, это мне надо. А что, какое упражнение надо делать? Просто постоять, холтинг, остановка в этом месте. Я не очень, друзья, разбираюсь в теме чакр, но посмотрела, заинтересовалась. Есть 7 чакр, и каждая из них отвечает за психические, физические или эмоциональные процессы в нашем теле. На седьмой точке и на шестой можно работать над чакрой Вишудха. Это чакра вдохновения, творчества, самовыражения. Вот я и сказала, поэтому как раз то, что мне нужно, потому что я самовыражаюсь на своем YouTube-канале. Не знаю, вот поможет мне или нет, увидим через пару лет. Первая и вторая энергетические точки — это чакра Ананхата, обитель высших эмоций, пробуждающая в нас любовь, сострадание, преданность, великодушие. То есть это чакра жены, матери, дочери, друга. Если общую теорию рассматривать, то нашу жизненную энергию можно разделить на 4 типа — физическую, эмоциональную, умственную и духовную. Так вот, чтобы управлять духовной энергией, мы должны активировать наши энергетические точки, то есть чакры. А вот, собственно, и сам комплекс «Римские термы». Он состоит из трех отелей. Туда входят Софьин двор, Римский и Здравийский двор. Отели между собой соединены, и главная его суть — это термальная вода. Здесь и бассейн с лечебной водой, а также можно пить эту воду и посещать славянские бани. В прошлом году я вам рассказывала, что была в шоке от необходимости полностью раздеться, но в этом году я была морально готова. И пошла, обернувшись простыней, и, знаете, все хорошо. Мне даже понравилось. При входе в отель есть также кранчик специальный с термальной водой, она теплая. Можете набрать бутылочку и с утра отправиться на прогулку по лесу, по тропам или на пробежку. Если честно, больше меня здесь вдохновил целебный воздух и хвойные леса. Такие невероятные и редкие виды деревьев здесь растут. Гигантские секвойи, калифорнийский кедр. И все это наполняет воздух ароматами и целебными свойствами, поэтому очень полезно. Ребят, покажу вам быстренько комнату. Точнее номер, он состоит из двух комнат. Это спальное место, спальня с телевизором и с кроватью. Небольшая кровать. И гостиная. Вот такая. Мне нравится, что очень много места и что светлый. А теперь мы отправляемся с вами на водные процедуры. Долгие годы до середины прошлого века римские термы оставались элитным курортом для аристократов и состоятельных людей. Дизайн соответствует римской тематике. Здесь были принцесса Великобритании, сестра Наполеона, австрийские герцоги, поэты. Ну а теперь мы здесь. И очень много простых и добрых людей. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, позвоночника, неврологические заболевания, также верхних дыхательных путей. Здесь проходит реабилитацию после операции, нарушений нервной системы, например, хроническая усталость, депрессии. Здесь хорошие врачи, массажисты и многие из них русскоговорящие, что радует. Мы сходили в сауну, мы проплыли в термальном бассейне, отдохнули. И сейчас я вышла на травку, хотя уже 7 часов, но достаточно тепло и комфортно. Класс, мне нравится. Брось, что-то у меня какие-то. Последний денечек в этом месте. Сегодня мы уезжаем дальше по Словень и навстречу приключениям в отель «Конюшня». Немаленькие тут горы, я бы сказала. Мы подъезжаем к отелю. Майстоса, расположен он ближе к итальянской границе. Это совершенно другая часть Словении, природа другая. Здесь расположен конезавод Липеце, гольф-поля, роскошные липы. Когда мы пошли на прогулку, нас постоянно сопровождал их аромат. Также при отеле есть казино, но я не очень в этой теме, хотя студенческие годы я подрабатывала в подобном заведении и насмотрелась на игроков. Страшная картина, я вам скажу, друзья. Интерьер отеля очень интересный. Он новый, а номера сделаны в стиле лошадиного стойла. Да-да. Из минусов этого стойла места очень мало. Даже для такой маленькой фони, как я. Ну что, в целом, какое наше мнение о номере? Очень маленькая площадь. И здесь разместили и ванную, и спальню, и рабочее место. Может быть, для одного коня это нормально, но двоим тесно. И оттенки темные. Идея очень интересная, но ощущения неоднозначные. Стиль лофт, да? Или как это называется? Ну да, а вот это и циндастчу. Вот такое оно всё, конечно, какое-то недоделанное. Как по мне. Очень маленькие комнаты, тушки, раз. Да. Если бы оно пошире как-то было, оно было бы окей, да? Угу. Вышли осмотреть территории, окрестносты местные. Уже вечер, и это старый город. К сожалению, в это время суток он закрыт. Хотя очень интересным было бы посетить музей. Здесь на улице бегают босиком, и действительно, в Словении очень чисто. Я уже снимала ролик про это зимой и рассказывала, что люди здесь особенно стараются соблюдать чистоту своих придомовых территорий, улиц. И это очень радует. Вот вы могли заметить контейнеры для одежды. Мусор весь рассортирован, аккуратно стоят баки. На улицах очень чисто. Не, он тут такой волосатый, его надо подстригать. Субтитры сделал DimaTorzok Люблю сухофрукты, курага, чернослив, семена разные набрала и добавлю сюда греческий йогурт. А еще я взяла овощи, сыр, фрукты и кофе. Такой будет завтрак сегодня у нас. Вот показываю вам, какие здесь цены. Не удержалась, взяла десерт, попробовать каноли. Это как наши трубочки, но внутри с творожным кремом и фисташками. Очень вкусно. А мы, друзья, едем с вами дальше по Словении. Посмотрите, какая многокилометровая пробка образовалась. Грузовики даже в две линии стоят. Это что-то невероятное. Я такое не видела ни разу. А мы тем временем приехали в Рогашку. Это тоже место находится в Словении. Я уже снимала видео обзор на этот лечебный курорт. Вода Донат на этом курорте действительно работает на себе. Проверила. Действует на организм очень очищающе. И если вам нужно похудеть, быстро к мероприятию, например, 2-3 килограмма скинуть, то эта вода может вам в этом помочь. Она продается в России в аптеках. Также на маркетплейсах продается. Но бывает, что попадаются подделки. Поэтому не факт, что эффект будет такой же, как и из натурального источника. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А на этом, друзья, наше приключение о Словении подходит к концу. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть небольшой кусочек этой замечательной страны. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Желаю вам добра, тепла, позитива. Всех целую и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok